Добрый вечер, это канал Максимадзе и сегодня мы продолжаем марафон по 20-летию игры Как достать соседа первой части и сегодня мы будем проходить Как достать соседа 2 адские каникулы Да, ей еще 20 лет нету, она вышла на год позже, в мае 2004, но тем не менее, тем не менее все равно легендарной серии игры Как достать соседа уже исполнилось 20 лет, так что проходим все части этой франшизы И кстати, я согласен с YT Alex Anonymous, который под предыдущим выпуском написал Странно почему, странно то, что игра вышла в 2003, а там было написано в 2002 А здесь в 2003, в то время как вторая часть вышла в 2004 Ну и там один еще написал, если мозги включить, то можно понять Ну я, честно говоря, я не совсем понимаю Возможно, возможно, разработана была в 2003, а выпущена в 2004 Может быть так, фиг знает Я в этом не сильно, наверное, шарю Ну в общем, когда соседа 2 адские каникулы Начнем, пожалуй, играть сразу Я думаю, игра не нуждается в особо большом представлении В меню играет точно такая же музыка Та же самая тема И здесь 14 уровней И, собственно говоря, эта игра займет у нас примерно столько же времени, сколько и предыдущая Ну и, короче, первый уровень называется «Все на борт» Чтобы сбежать от Вуди его пакости, сосед купил билет на кругосветный круиз Но соседу и в страшном сне не могло присниться Что Вуди будет следовать за ним по бедам и со всей своей съемочной группой В этой серии вы научитесь управлять Вуди и устраивать пакости до кучливому соседу удачи Ограничения по времени здесь отсутствуют Здесь у нас пакости засчитываются монетками И здесь шкала ярости здесь абсолютно другая Здесь при ее набитии мы получаем золотую статуэтку Также присутствуют три жизни, которые вы, правда, не видите из-за камеры, которая загораживает Но, тем не менее, они есть Так, нас тут обучают, собственно, как играть Все довольно-таки просто Короче, как вы поняли Сосед решил отдохнуть от Вуди И отправиться в кругосветный круиз Но наш главный герой его настигает и тут И, собственно говоря, мы получаем Игру, которая В принципе-то не хуже, чем первая часть Она также набрала большую популярность Ну, на родине игры она популярность особо не получила И в связи с чего Эта игра, когда Соседа 2 стала последней игрой от компании Джо Ууд Ну, точнее, последней игрой, которую они разработали Не только издали, но и разработали Они некоторое время еще Издавали некоторые игры Не разрабатывали, просто издавали И что Ну, и в 2011 Они просто Обанкротились И, собственно говоря, на этом и сказочке конец Но Часть разработчиков из Джо Ууд Перебралась через некоторое время в другую студию Тички Нордик Которые сделали официальный Порт Ну, можно считать официально О-о-о-о О-о-о-о Блин Что за напасть, а? Так что порт этот На андроиды можно официальным считать Первых двух соседей, собственно, выпустили Там тоже Они, на мой взгляд Хуже, чем Версии для ПК Но мы на них еще Мы на них посмотрим Ну и самый, наверное Жирный минус Это то, что во второй части Там только одна жизнь Как и в первой Во второй части Появилась вот такая вот мини-игра Как по мне Лично мне удерживать Придеть довольно легко Подрезаем Вот так Ух, какая красота Вот это мореплавательный сезон Я понимаю О, блин Что? Да нет, я Отведал силушки богатырской Ну, собственно говоря, да Мы видим нового персонажа Ольгу На которую сосед положил глаз И решил Ну и пытается Так сказать Сердце ее завоевать Ну и естественно Хрен у нее что Выйдет С Вуди С нашим Который подстраивает ему Пакости И, собственно Ставит Ставит Нашего соседа Перед ней В дерьме Как вы только что Сами заметили И, собственно говоря Он может За это Ответать от нее Силушки богатырской Да что же это такое Меня и тут Неудачи преследовать будут Что ли, а? Кстати, такое чувство Что корабль никуда не плывет Потому что море Вообще не двигается Ну и соседа Уж слишком быстро Вернулся на море Осталась еще одна пакость Хотя можно Завершить уровень Нажав на галочку Но мы хотим Пройти уровни Чтобы все пакости Были выполнены В консольной версии Кстати Вышедшая в 2005 Кстати Этот уровень Не являлся Обучающимся Там вообще В принципе Обучения не было Там подсказки По ходу игры давались Советы всякие Вылезали Мы получили Золотой кубок Какой ужас Блин Нервный срыв Мы довелись До нервного срыва Поскольку подняли Вот эту шкалу До конца И получили Золотой кубок И мы Открылись У нас Еще Четыре уровня Собственно говоря Китай Будем проходить Все по порядку Тайное присутствие Сосед А Короче Круизный теплоход Соседом на борту Прибывает В Китае Ольга С сыном Идут На пляж Узнав Об этом Влюбленный Сосед Тут же Вспоминает Что он Оказывается Всю жизнь Обожал Пляжи Но куда бы он Не пошел За ним По бедам Следует Увидим Короче Напомню Эту игру Я впервые Увидел На ютубе Ее проходил MC Сергей Рус И там Еще Рядом с ним Комментировал Товарищ MC Андреев Как он себя там называл Это было в далеком 2012 году Тогда он его проходил И тогда я его смотрел Он там полное прохождение Сделал У него перевод был не такой как у меня У него был перевод от GFI Первый уровень там назывался Начало приколов Этот уровень назывался Продолжение шуток А когда мне Мой отец скачал эту игру Когда я уже попросил У меня был перевод По-моему Этот От самих Джудов Не самый лучший перевод Я помню там первый уровень Назывался Все на борту Что ли Вот как второй Я его не помню Как называется Я давно в это играл В первой Части тоже кстати Был перевод от GFI Я забыл упомянуть И там Обучение Называлось Вступление Когда пакость Применяешь там Применить Какой-то предмет Вместе с Чем-то И причем там всегда Одним и тем В одном и том же Склонении Писалось Все Это не Это Неграмотный Это неграмотный перевод Тоже И я Недоволен Начнем Отсюда Я Плавник Что ли Забыл Или я его Применял уже Да Я забыл Плавник Прицепить Кстати Можно включить Отчет о пакостях И тогда Камера При пакостях Будет переключаться На соседа И мы Не сможем Ее сдвинуть Это часто Меш Это Будет нам Мешать Поэтому Мы ее Отключаем Кладем краба В холодильник И Гравли Применяем Накладываем Водоросли Потому что Без водорослей Он грабли Увидит И уберет Ух Бухнуть Ай Блин Краб Ну Твою Ж Мать Меня И тут Настигать Все Тобой Да Блин Мне и тут Отдохнуть Даже не дадут Дома Намучился Теперь тут Будут мучить А Блин Акула Акула А Нет Стоп Нет А Это Блин Достали Надо мной Так Шутить Золотой Кубок Получим Я не обещаю Что пройду Все уровни На золотой Кубок Но я постараюсь Это по крайней мере На мой взгляд Легче сделать Чем пройти Уровни В первую часть На 100% В этот раз Нам предстоит Увидеть Великую Китайскую Стену Сосед Снова Распускает Хвост Пытаясь Поухаживать За Ольгой Тем не менее Дама Предпочитает Изучать Китайскую Культуру А не Сомнительные Чары Соседа И Буде Постарается Чтобы Так Все Осталось Собака Представляет Кэдос Два Адские Каникулы В серии Занято А Я Вспомнил В моем Переводе Ну Точнее В переводе От Джук Которую У меня Было В моей Версии Которую Я Играл Давно Этот уровень Назывался Кабинка Занята И Шрифт Там был Классический А не тот Который В игре Версия От Грифай Тоже Шрифт Классический А Труссабита Перевода Вроде бы Нету Этот Перевод Вроде бы От Буки Но Точно Не Уверен Хорошо Короче говоря Как вы поняли Действие Игры Крэдэсседа 2 Происходит Уже на Нескольких Локациях На разных Локациях Всего Локации В этой Игре 6 И Это У нас Уже Третья Попробую Перечислить Локации Короче Это Корабль Китайский Пляж Китайская Стена Которая Вот Сейчас Индийский Пляж Тадж Махал Который Ни хрена На самом деле Не похож На Тадж Махал И Мексика 6 Локаций Получается Действительно Ядро В арбуз Суем Не знаю Как он это Сделал Но мы Это Сделаем Если Проиграть Кстати Вот В мини Игре Неудачно У нас Получится Да На Суде Блин Что Такое Колонки Почему Он На Вроде бы Этот моторчик Так не был Затянут Короче Если мы Проиграем При попытке Засадить колготки Ольга У нас будет Ольга Ругать нас будет Но ничего Он нам Не сделает Привет Ай Твою мать Как Жжет Ааа Нет 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 Твою Мать Горячо 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 Ну Что Такое Творится Кто У меня Пакости Такие Строит Где бы я ни был Везде Такое Что ли Будет Твориться Вообще Хоть На работе Хоть В любом Магазине Везде Что ли Кому Я ничего Плохого Сделал За что Мне Это Все Ой Господи Боже Ааа Твою мать Действительно Кстати В комментариях Правильно Подметили Я Вот Эту Идею Отвучивать Соседа Взял С Алекса Позитива Действительно Он так Делал И Мне Это Понравилось Аа Блин Не 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 Так По ком Звучит Гонг И Снова Великая Китайская Стена Разумеется Свет Ухитрился Затесаться В ту же Группу Что и Ольга И Теперь Вы Собирается Произвести Впечатление На свою Даму Сердце Которое Ну На самом деле Она Ему Пока Еще Не Дам Сердце Никакая А Вот Какое Будет Впечатление Целиком За Их От Вудя Ну И Кстати Вот Мы Но Не Замужем Леона Вообще Ну Судя По Всему Но Наверное Разведен Да Медвеж Я Продемонстрирую Что будет Если Проиграть В мини-игре Сосед Придет Туда Где Собственно Говоря Мы Облажались Если Мы Если Мы Убежим То Он Проверит Что Никого Нет И Уйдет Обратно В Консольной Версии Он При Таком Случа Будет По Нескольким Комнатам Бегать Искать Там Это Опаснее Многие Кстати Часто Сталкиваются С проблемой В Казах Седа 2 Что У них Нет Закадрового Смеха Не Знаю Как Такой Баг Происходит Но Вот В моей Версии Который У меня Сейчас Стоит В ней Закадровый Смех Есть Но Вот Мне Один Товарищ Даже Жаловался Говорил Смотри Может Не помочь У меня Тут Нет Закадрового Смеха Без него Не Не Прикольно Не Не Говорят Что Действительно Распространенная Проблема Но У меня И Я Сам Когда Как-то Качал Наблюдал Такое Но Сейчас Версии Которой У меня В ней Такого Нет Удлиняем Палку Следующим Ударом Страж Гонга Заедет По Очень Чувствительным Частям Соседского Тела Да Вот Зачем Ему Такую Штучку Дали Маленький Нахал Играет С Хлопушкой Но Он Мне Просто Так Ее Не Отдаст И Вообще Зачем Ему Хлопушка Вот Более Лучшая Игрушка Ну Давай Меняться А Эта Штучка Мне Пригодится Больше Ну Вот Теперь Воришке Достанется По заслугам А Витя Правильно Че Он Худоги Та Ворует Эти Худоги Вообще Это Продаются Башкой Ломать Вот Такие Штуки Но Это Как То Уж Очень Рисковно Башку Си Не Повредить Надо Что То Очень Твердое Туда Поставить Сломается Или Кирпич От Его Башки Или Наоборот Будет Делаем Вот Так Блин Блин Как Блин Тоже Голос пропал Да Мы Трижды Будем Мы Трижды Увидим В игре Такое Что Соседа Голос Вот так Просядет Консольной версии Кстати Надо будет Сделал Одно Дело Надо Заново Наполнить Миску Что Так Что Так Что Ни Хрена Не Понял Что Это Было Сейчас Вообще Сделал Везде Какой То Траш Творить Да Сосед Мастер На все Руки Все Все Сделал За Одну Секунду Я Пойду О Блин Нет Нет Я Недорожная Ну Блин Ну Ну Ка Отведай Сил Да При Ярости При получении Кубка Сосед Будет У соседа Будет Какая Нибудь Одна Из Трех Анимаций Ярости В Консольной Версии Кстати Помимо Этих Там Еще Две Анимации Добав Добавлено Было Социал Медилай Продакшн Среди Сделали Для Когда Соседа Два Патч Которые Добавляют Эти Анимации Более Того Там Даже При Ярости Все 5 Анимации Эти Все Эти 5 Анимации Проигрываются Но У меня Без Патч У меня Обычная Версия Коррочная Есть Еще Кстати Патч От них Мод Который Неагрессивная Мамочка Называется Который Облегчает Процесс Прохождения На уровне Где есть Мамаша Мамаша Не будет Нас беспокоить Она не будет Мы можем Беспрепятствием У нее Проходить Но Я без Него Играю Я считаю Себя Опытным Игроком И Буду Играть Так Как Положен Собака Представляет Так Кредка Для Укс Так В некоторых Моментах Мы можем Проходить Мимо Соседа Например Когда Вот Он Сейчас Будет Кататься На Вот Этих Водных Лыжах Собственно Об этом Нам Показывает Вот Эта Иконка Соседа Видно Что Он Отвернулся И Получается Есть В игре Много Таких Несколько Бывают Такие Непонятные Моменты Как Вот Это Кто Догадается Поджечь Фитиль Очками Вот Я Ни за Что Не Догадался Если Не Увидел Прохождение На Начнем Отсюда Вот Это Кстати Прикольная Бага Чтобы Играть Покон С лицом Нужна Мягко И Осторожно Что И Я В соседе Таких Качеств Не Слышал И Не Наблюдал Велосипед Велосипедная Давай 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 Тебе Помогу Давай Давай Вот Такую Голубу Поставим Вот Ее Он Точно Наглой Пробьет Завтра Такую Боль Получит Итак Бросок Что Давай Твою Мать На На Совсем Охренел Ты Мужик Больше Не Беспокой Меня Фух Как Я Успел Уйти А Сосед Знатно Охренел Откуда Здесь Гвозди Это Точно Кто Точно Кто-то Все Подстраивает Надо Будет Искать Того Кто Это Делает У 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 Какая гадость. Ты чё, мужик, совсем охренел? Чё ты мне даё... Твою мать! Даже повара против меня тут настроены, блин. Ну, мужик, я тебе это припомню. Безочкаристый дебил. Лох, блин. Дайте-ка фейерверк запустить. Хотя, конечно, фейерверк очень нечего запускать, но я не хочу высыпать. Чё? А-а-а! Понимает! Ну что же это творится, а? А, ничего. Опять построил какую-то фигню. О-о-о! Ну, ох, сейчас она у тебя отведает. Позасла! Пока что всё на золотишко. Точно в яблочко. Соседа поджидает приятный сюрприз. Его любимая мамочка приходила с собой шавку и решила сопровождать сыночка в путешествии. Она видела сериал и надеется оказать сынулике моральную поддержку. Теперь будет предстоять серьёзная борьба, но его трудности не пугают. Снова обучающий он, поскольку появляется новый враг. Мамаша соседа. Привет! Мамочка соседа уже на борту, так что придётся глядеть Вову, если она поймает Вуди. Он не упустит в случае, как следует его отлупить. Вуди не нужно подстраивать по к стенамамочки, но зато можно натравить её на соседа. Например, сейчас, когда он бегает по её поручению. Опять корабль направляется в Индию. Возьмём заранее эту литиночку. Она нам точно пригодится. Куча подушек у нас. Так, и теперь можно будет прятаться. Вот так. Сынок! А ну давай новую подушку! Всё, 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 всё. Блин, выкидывать каждую подушку за борт, ну это же... Что за... У неё мамаш ничем не лучше, чем сам сосед. Вот подушка. Ты пердушку принёс мне! Ох, сейчас ты у меня получишь! На, 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 зараза, на, скотинка! Твою мать! И, кстати, вот, вы видели, как он доставал эту подушку? Он как, в трусы её, что ли, положил себе, или чё? Достаем мастику для зубных протезов. Действительно, если мы поводёмся мамочки назад, нам придётся не сладко. Мы потеряем жизнь. Поэтому не будем это делать. Кстати, пакости с подушкой... Подушку он вновь таскать не будет. Пушистый кролик кладём сюда. Упругая резинка сделает так, что охотник сам станет жертвой. Она отлетит прямо в него со всей мощи. Ну, а кролик нам нужен для того, чтобы шапка эта подсела на гарпун и улетела туда тоже. Собачка так любит этого кролика. Ох, от этого коврики так чесаться будешь. Не устоишь. Вот так-то. Маленькие прыгучие тварюшки с нетерпением ждут нового дома и ужина по совместительству. То есть, есть соседа. Ой, то есть сосед. Так, никого нет? Отлично. Ловись, рыбка! Ох, удача мне сегодня была. Я, я мастер ловить рыбу. Все это знают. Ах, так. Ну, сейчас посмотрим, как это мастер. Серв, наверное, ловить рыбу. Хотелось бы знать, как далеко теперь сможет забросить этот динамит сосед. Все, все пакости готовы. Остается только смотреть. В консоли версии на этом уровне мамашек, кстати, отсутствовала. Она появилась позже. И сразу три пакости. Ты как обращаешься к своей собачке? А ну, иди сюда, блин. Ну, блин. Действительно, она очень заботится о своей собачке. Я и отлупит соседа за... За плохое обращение с ней. Мамаш у нее, собственно, еще страшнее, чем он сам. Кстати, напомню. У нее нет имени официального, но фанаты и назвали ее Энди. А, блин, как сейчас... Нет! Да, иногда Ольга будет ржать на ней. И это еще больше поднимает настроение. Кстати, иногда это очень редко. Но бывает такое, что кубок мы получаем... Ну, то есть, шкала доходит до конца раньше, чем сработали все пакости. И мы на последнем уровне это, скорее всего, еще увидим. На последнем уровне, я думаю, мы это увидим. И ловись, рыбка! Что? Нееет! Ааа, какой кошмар, ааа. Но сосед у нас, как видите, сделан из титана. Эх, не получилось получить кубок на этом уровне. Ну и ладно. Ладно, не буду переигрывать. Зачем? У нас нет цели проходить все на золото. У нас цель просто пройти игру и выполнить все пакости. Но я точно вам говорю, я проходил эту игру все на золото. Маменькин сынок, все благополучно прибыли на пляж в Индию. Ольга все еще не обращает внимания на сет, так что он всячески подарается произвести вновь впечатление на нее, а также на мамочку и отыгрывается на окружающих. Но благодаря Вуди с рукой ему это, конечно, не сойдет. И новая локация Индия. Ну и мамаша, кстати, на каждом уровне будет появляться. В консольной версии не на каждом уровне. Там на втором уровне в Мексике мамаша не появляется. А здесь появляется во всех, начиная с предыдущего. Так, ведерко. Бармен не позволит мне взять ведро. Да. Достанем заранее крови с помощью щипцов. А ну хватит спать, ну-ка дал мне напитка сюда, бля. Достанем заранее крови с помощью щипцов. Мадам, какой приятный звук. Послушайте тоже. О да. На, мистер, отведайте, пожалуйста. Вот так-то, бля. Набираем воду. Из бассейна воду он не возьмет, потому что он скажет, Вуди скажет, что не хочет брать воду, в которой был сосед. Из-под соседа. Так, вот теперь мы дадим слону шанс отомстить. Хороший звук, говоришь? Сейчас будет помимо него еще и адская боль в ушах. Что это было? Почему прыгучесть такая большая? Пружина, твою мать! Ее здесь не было. Достанем еще одного крови. Ты че заснул? Коктейль быстро давай мне сюда. Крабика сюда. И дам сквозь сюда. На, получи. А, что? Ни хрена себе. Ладно, похоже, напрасно это все было. Ракушка с очень приятным звуком. Почувствуйте. Сейчас получаешь приятного звука своего. Приятных рук почувствуешь в лицо себе. Я не могу. Сейчас тоже эпичный момент произойдет. Эпичный замок построил. Сейчас... Ну все, толстопус. Я насажу тебя на щит. Отведал сидушки. Очень благодатные сидушки. И я полностью поддерживаю вас. Мадам. И рядом, и рядом с вами встану. Короче, как вы поняли, мы сделали эту же пакость. Но на этот раз мы сняли крышу, чтобы сосед упал прямо на мамашу в шуфу. Вот это будет офигенно. Давай. Ты смотри, куда прыгаешь. Ох, сейчас ты нас плаваешь. Ты сдал у меня все, блин. Окей, короче. Так. Над облаками. Следующий пункт программы Тадж Махал. Мы об этом поговорим еще. Мамочка тут же исчезает на базаре и не выходит оттуда, пока не спустит все бабки. Сосед осматривает за сопримечательности и снова дразнит слонов. Вуди обязательно этим воспользуется. Никакой это, во-первых, не Тадж Махал. Вообще, нифига, он не похож на Тадж Махал. И вообще. Не... Тадж Махал вообще выглядит по-другому. И нельзя ходить... Эээ... И неужели можно ходить в одних трусах? Тадж Махал. Конечно, нельзя. Так что никакой ты не Тадж Махал этого фиг знает, что вообще. Кто там назвал эту локацию Тадж Махал, а? Давайте, исправляйте свою ошибку. Иначе мы вас арестуем. Начнем. Это очень странно, но от этой дудочки эта штука... поднимается в воздух. Какая-то магия в этой игре уже существует, сказочная. А деньги, которые он идет, собственно, тратить на вот этот вот полет, на вот этой фигне, он ворует с чашей для пожертвований. Мы должны отомстить за это соседушке, и только... Ох! Придется потратить одну жизнь. На, скотина, которая сынку моему пакозит постоянно. Палка заехала ему прямо по яйцам. Сыночек, тут собака моя убежала! Ладно, мы хотя бы сделали это. Так, бежал, что, блин, не заметил эти... Я слишком рано начал делать пакости, я сейчас же не успею... А, нет, есть шанс еще успеть. Давайте попробуем. Пугаем слона мышкой, потому что мы не осмелимся к нему близко подойти. Потому что он разорвет нас на куски, и этот слон слишком злой. Фух, мы это успели сделать. И то, и другое, отлично. Так, подключим электрический ток вот сюда. О, почти стимул. О, блин! Стой! Это штука царапающаяся, бля. Ну и змею подложим туда. Эээ, что, не доста... И башка в землю... Ну, блин, ну... Как он меня достал, черта не там же стоит. Тварь такая падла! Кто мне это все делает, а? Ладно, порвав. Я... Иду... Кругом ловушки, блин, ну кругом. Может, еще и в деньгах что будет. Хотя, какие ловушки могут быть в деньгах? Ну, какие? А-а-а! Бля-а-а! 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 Не кусай меня! Бля-а-а! Отлично! Золотая статуэтка получена. Нервный срыв сделан. Большие амбиции. Кошмарная семейка снова на прогулке. Мамочка не вылезает с базара. Ей пришлось по нраву асбестовые трусы. Ой, сосед тоже нашел себе развлечение по душе. Он катается на священных коровах и ходит по горячим углям. Разумеется, Вуди не может остаться в стороне. А, нет, туда не надо. Сейчас свет туда придет. Так, тут есть, ну, во-первых, трусы эти очень-очень прочные. Пакиры начинают тренироваться с ранней юности. Они надежно защищают маленьких пакирщиков от последствий неосторожного обращения с огнем. Вот, это очень нам пригодится. Светы эти не так просто сорвать, поэтому срежем их ножом. Покормим корову. Фу, какая гадость. И нам это придется брать в руки. Ну, зашибись. Эй, мороженое хочешь? А вот их тебе, я сам его съем. У-у-у-у, как вкусно. Так, да, не будем торопиться с пакостями пока, короче. Но можем открыть люк заранее. Вот так-то. Глубоко я даже дна не вижу. Я еду! Как красавец нас на глазы... Э-э, упала, ну, блядь. Да, в тач-махал заходить в одних трусах даже без ставок. Ну, какой же ты тач-махал? Ну, это вообще не тач-махал. Давайте, давайте добавим к соседу, к пакости, который будет с коровой, еще и, еще и немного неприятного запаха. Вот так. Это на него не подействует, конечно, но тем не менее. Ох, как хочу отведать мороженое. Угли почти погасли, так что сосед без проблем может гулять по ним. Если вылить бензин на угли, я и сам заберусь. Ну да, их надо, их надо вот этим греть. Посмотрим, как теперь будет сосед по этим углям ходить. По уши. По крайней мере, они точно тут не замерзнут. Ноги у него. Я еду по пустыне, упругий барус ветерной. Я еду по пустыне, меня никто... Блин, опять ты упал, а? А, ну тут еще и водичка, да? Почему бы... Почему бы бензинчик туда не залить? Действительно. Сосед ведь бессмертный, ему ничего от этого не станет. Действительно, сосед, ничего от этого не стало. Ладно, дайте уже посмотреть. Ну какой же это вход в тач-махал? Ну это не тач-махал, что вы гоните мне? Ну и горячего уголька в тапочки ему засунем. Вот это будет эпично. Говна, естественно, положим в автомат с мороженым. Пусть сосед отведает говеновое мороженое. А! А-а-а-а! Фу, какая гадость! О-о-о! Э-э-э, что такое? Почему у меня там такие горячие стали? Ничего, сейчас. Походим. Горячие, блин. Это же так офигенно. Блин! А-а-а, блин, нет! Да, любой адекватный человек от такого погиб бы на месте. Но только не наш сосед. Пусть зарубит себе на носу. Нечего кататься на священных коровах. Это не Техас. Ладно, мороженое утолит не страдание. Я сам сейчас ем. Фу, фу, какая гадость! Фу! А-а-а! Что это, блин? Что-то воняет тут. Я еду поп... Нет, нет! Твою мать! Ну что такое творится, а? Хе-хе-хе. Опять, к сожалению, не получили кубок. Ну и ладно. Мы за этим особо не гонимся. Момент просветления. Соседу так и не удалось завоевать благосклонность Ольги. Но мы, впрочем-то, и... Впрочем-то, мы... Впрочем, нам этого и не нужно. И даже мамочкина любовь стала действовать ему на нервы. Вот он и отыгрывается на безответном слоне. Но у животных тоже есть права. Так и Вуди будет защищать их. Опять пляж. Тяжелые арбузы. Так просто не унести. Нужна корзина или что-то похожее. Ольга через каждые несколько секунд идет принимать душ. И поскольку у Ольги настолько большая грудь, мы можем в ее бюлзгалтер без проблем влезут вот эти самые арбузы. Сливчик размера А, то есть арбузный. Ну вот я о чем и говорю. Блин, вот это самое, наверное, пошлое, что мы сделали здесь. Ольга же не вылезет оттуда. Но, кстати, если присмотреться вот сюда, в щели, то видно, что бюлзгалтер у нее там на месте есть. Так что мы могли бы это поправить, мне кажется. Естественно, нам не нужно, чтобы мы видели вот это все откровение, но... Зачем мы... Можно было бы делать так, чтобы в эти щели вообще ничего видно не было тогда. Но мы видим... Мы видим то, что я вам сказал. Это все-таки... Это все-таки какой-никакой лям. Ну, а без проблем арбуз помещается сюда. Здесь продают тюрбан и всевозможных цветов и размеров. Вот морской еж очень сильно в этом деле нам поможет. Благодаря колючку морского ежа даже самый страшный ветер не сорвет тюрбан с головы. Блин, я не успеваю сделать вторую пакость. Мне придется сделать круг. Ой, господи, не тут ставлю. Ох, хорошие. Любая, она же... О, блин! О, она заснула, так что идеальный момент для того, чтобы сбежать. Делаем вот так. Так, 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 так. Понял. Какой кошмар. Так, там опять шапку мою... Это самое. Ох, сейчас ты получишь у меня, короче. На, 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 получи. Теперь делаем вот так. Да, мы потеряем жизнь, конечно, я не успею убежать отсюда, но... Тем не менее, мы все успели сделать здесь. А, попался. Сейчас отведаешь силушки богатычный. Получай! О, кошмар. Что такое, блин? У нас еще есть шанс успеть поставить эту костяшку. Да, есть. Ну и ставим сминогу сюда. Сминог более эффективно подействует в этом случае. Сынок! Погуляйся с собаками моей быстро. Да, да. А, ну пошли. Э, ты чё кричишь на меня? О! И вновь три пакости сразу. Как он там не разбился? Ну, понятно. Созет же у нас бессмертный, я еще раз говорю. А ну давай сюда свою косточку. Опять он в трусы ее себе положил. Ну, Ольга ни за что оттуда не вылезет. Знаю, что она не одна на этом пляже. Ох, тюрбан. О, нет, нет, нет. Вот, да, я же говорил, еще более эффективно поделится. Получилось, да, действительно. Еще один золотой кубок у нас получился. Соседа за борт. Сколько всего произошло к началу третьей части круиза? И сколько еще предстоит свершений? Мамочка продолжает жаловаться на шум, а в это время сосед пытается убедиться в том, что на теплоходе все безопасно. Пусть пытается, будет заставить его потрястись за свою шкуру. Ну, давайте, поехали. Так, таблетки для писсуара. Которые очень похожи на конфеты, которые лежат здесь. Ну и аромат у них лимонный. А вот вкус говеный. Так что, лучше их не принимать вовнутрь. Иначе тошнит тебя. Пойдет. Потянет. Эх, охраняет. Зараза, а. На, колбасы поешь. А мне сумочка нужна варить. Хм, полезная вещь. Напильником много чего сделать можно. Не можешь надуть. Вот, усилитель себе варить. Поменяем его. Отлично. Ребенок доволен. Начнем отсюда. Готово. 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 Да, кстати, он тут в текстурку улетает. Так, давай беги скорее. Фух, успел. Улетит шуметь, задолбал. Так, ну-ка. Ох. Что это такое? позвонить вот это конечно прикольно выглядело пьяный шоссе флата измазала да несмотря на то что знаки перепутаны ольга все равно в правильный правильный идет туалет потому что видимо блин мое ухо по привычке заходит а вот его сейчас будет интересно знает ли сосед правильное расположение туалетов или он на знаке исключительно будет смотреть блин я не наружу нет сосед смотрит на знаки да если бы мой знак не поменяли он пошел бы в этот я сам поменял помню бывали случаи когда я забывал мексика следующие локации у нас в его мексика пока мамочка восторгается быками и храмами сосед отводит душу ему захотелось движение он прыгает и скачет по скалам но не стоит забывать что если что-то может пойти не так оно обязательно пойдет уровни в мексике довольно сложные а в консольной версии они вообще жоп на сложный и локация кстати довольно-таки большая трехэтажная но довольно таки хорошенькая музыка играет на фоне берем баночку с краской кинжал совсем тупой сколько ни режь ничего не выйдет надо его точить да действительно ржавый кинжал есть попугай который постоянно пердит и кукуруза его может покормить и собственно облегчить страдание его это у нас получится ну га опа ох сняли так один два и можно без проблем заточить кинжал отлично кинжал снова острее бритвы стал можно в таком случае сделать вот это отрежем вот этот вкус так я надеюсь я успею пройти вниз да 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 успею так как классно и что это жесть конечно руки срабатывают от этих самых глаз собственно так так взрывчатку сигареты нужно положить о блин сосед упал в вращильную смерть и ничего ему от этого не стало разве что может быть немного порвал бусы так красим скамейку красный свет как известно быки ненавидят красный свет ой господи что я делаю смолу надо попугай перду ну капец почему скамейка красная кто ее поградил так и попугай перду его нужно покормить кукурузы все его страдания на этом облегчились и скользкая вот это место стало вот это тоже прикольный парень кстати в консольной версии только здесь можно было получить монетки а тут можно и здесь было так что поэтому там сложнее там обязательно и поэтому нам обязательно лучше первым выполнять эту пакость чтобы успеть взять монету оооо какой трэш ну задолбали меня уже все блин даже в мексике блин везде везде блин даст еши будь съеден энтузиазм соседа слегка остыл тем не менее сосед продолжает попытки завоевать сердце Ольги неужели получится фиг то там особенно когда рядом будь осталось два уровня яши будь съеден яши будь съеден так цимин так быстро схватывающий цимин скелет пираньи окрачок термиты термиты по звеневшему дереву идут естественно в руки мы их не возьмем нужна банка какая-нибудь вроде вот это ох какие вкусные чипсы но много есть людей придется есть по одной так возьмем ваше милость я угощаю вас подойдем ну я свой назад надеюсь вам понравилось а мне этого нравилось еще больше ой куда пошел держи уже уходил вот на этом уровне мамаша не появляется в консольной версии и тут она ходит вверх и вниз и этим самым немного нам мешает начинать планирую с цемента и ванны вот здесь какой вязкости цемент вообще так цвет цветы и рука от статуя очень сильно пригодится рука от статуя может заменить ломик без проблем такой нюанс кстати уровень соседа за борт предыдущий позапредыдущий уровень это последний уровень на котором появляется сын Ольги и собственно мы больше его не в мексике и в мексике и на последнем уровне мы его не видим вот так не достанется тех пор очка ох и вкусный чипс дайте съездим ах 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 я организую да ах 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 блин что застыл это ну никак вылезти цемент очень действующий текилу то я забыл взять да вот это треш конечно это просто а ну давай сюда вот беда я забыл взять текилу еще я забыл спрятаться зато я упал прямо к текиле такие зубы жесткие текиле какие острые чипсы ой какая жесть так рукой статуи можно сделать так берем осильное гнездо и применяем его на вот это есть которые вам точно понравится я с меня получит своих пряностей на нафиг на нафиг получай будешь знать потом у меня какой какая жесть ну естественно у него сразу же все зажило что нет придур я уже не получу конечно но тем не менее мы уже дождемся когда он сделает это нам все пакости надо сделать хвост даже не буду лезть туда уже хвост 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 а гадость хвост 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 ход до крутится улиц 1 cod хвост хвост interestingly также на золото. Я ее включил и она пригодится нам. Открытый люк ведет в машинный отсек теплохода. Света предстоит увлекательной экскурсии по машинному отсеку теплохода. Да, только он от нее рот не будет. Эх, закрыто. Это единственный уровень, на котором появляется капитан. Хорошо, что эта штука не заряжена. Не заряжена, говоришь? Сейчас зарядим. Так, камера отключилась. И этот индикатор приостановился. Ух ты, за фигня, блин! Достали! Что это за трэш был? Вот люк закроем, больше я туда не провалюсь. Подрезаем канат этот. Вот так. Вкусно. Как вкусно? Приятно. Этот уровень самый сложный, я считаю, в игре. Но на нем шесть пакостей всего. Заперто. Да. Ну-ка. Что? Нет! Нет! Я не знал, что он заряженный! Эх, стой! Нет! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Мы встанем в стул заранее. И какие-то миллисекунды это тем не менее экономит. О-о-о! Ну, от ящика люк, конечно, провалится туда. Опять поддыхать туда, а? Что за фигня? Э-э-э, ящик там остался. Блин. Подаем рыбу скорее. Э-э-э, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Надо положить рыбу, пока не пришел сюда сосед и пока мамаша непросто. Но мам... мамаши, значит, мамаши я, конечно, не успею. Придется вот так поделать. Есть! Все, теперь можно скрыться вот так. Вот, запахнул. Никакой неприятный, сейчас получше, нет. Ты-я! На, эскадин! Эх, жаль, не получится уйти отсюда теперь. Угу. Сейчас камеру выключим, она больше не пригодится. Ну, теперь золото уже, наверное, не получу. Я не успел убежать вниз. Попугай тут постоянно улетает, когда кто-то здесь появляется. Ну, кроме Ольги, правда. Кстати, это первый и единственный раз, когда Ольга спускается по лестнице. Вообще, по всей игре, это единственный такой случай. Да, статуэтку я уже не получу, потому что я не успел бы нас убежать. Так, чистим стекло, чтобы попугай не заметил его. А у него на нём ведь ключик этот самый есть. Вот так. Теперь мы получили ключ от Аюты и Капитаны, от капитанского мостика, если правильнее говорить. Играет музыка. так и подмешаем таблетки пункт чтобы заснуть в сфере и и разблокируем штурвал и и в сфере в данном случае снаряча получишь отлично мы все сделали но вряд ли мы получим золот если бы я успел убежать вниз и сразу сделать вот здесь топ после этой парке мы бы получили бы уже сразу золотую статуэтку еще до того как последний пакет было но к сожалению я не успел убежать месяц и не смог вам продемонстрировать и все осталось последний пакость как кайфово порулить что нет только нет нет что я наделал ну вот собственно и все игра пройдена смотрим эпичные ролики врезаем в айсберг поскольку управлять кораблем не получится теперь пишет прямо как в титанике но это действительно пародия на титаник кстати в последнем ролике из консольной версии там корабль действительно был похож на титаник только он там был выше и у него было 3 ну и вот теперь придется до дома добираться вот так они видимо даже замечают что будем них там на хвосте вот собственно мы прошли игру прошли так сказать всю вот эту историю саму собственно говоря некоторые еще задавались вопросом а как а как же это ольга сын ее капитан они чего утонули что ли но эти люди невнимательные не посмотрели финальном ролике что там появить из корабля 33 лодочки уплыло помимо той что соседа мамаши и вуди были еще две ольга сыном и капитан видимо были там так что за них переживать не нужен такие вот дела в общем джо вуд хотели изначально сделать третью часть в которой главный герой должен быть должен был быть этот же персонаж вуди но сосед другой и действие проект должно происходить на работе вроде бы у соседа там и еще на какой-то другой локации потом не помню точно в какой-то алексей артемов классно одна у меня да тут однофамилец есть прикольно мой однофамилец но поскольку игра не набрала популярности на их родине никакое продолжение не было выпущено но зато наши русские разработчики вы от компании вы зл и бы сделали такое говно как когда соседа 3 в офисе его продолжение когда седа 4 на отдыхе которые мы в этом марафоне играть конечно не будем поскольку они не относятся к оригинальной франшизе на сегодня и все с вас и коз подписаться с меня эпичные видосы кстати сегодня сегодня стрима не не будет я вечером думаю работы заняться я постараюсь стрим провести завтра но в любом случае но в любом случае он будет в этом месяце обязательно будет и я думаю даже не один стрим поскольку игр много надо может может будет их два или три даже ладно в общем еще раз спасибо за просмотр лайкосы подписываться с вас с меня видосы на группу вконтакте подписывайтесь подписывайтесь на стримовский канал на влоговый канал и всем пока